Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания. Что беспокоит, за что переживаете и чего не можете решить? Об этом и не только, расскажет наша книга жалобы. Я, Антон Александров. Здравствуйте. Развлечения рассыпаются, украшения растаскиваются. Жители Пришахтинска заметили изменения в сквере возле ДК Молодежный. Дело в том, что новогодняя елка оказалась без украшений. Дорожки завалены снегом, а горка практически развалилась. От этого и переживание сторожил, что территория имеется, а проводить досуг здесь совсем не хочется. Да и следить за объектами, видимо, тоже некому, раз происходят такие изменения в столь оживленном месте. Горка не построенная. Где ребятам чем-то заниматься? Хотя вон камер сколько их? Восемь штук, что ли? Присмотреться если. Надо камеры смотреть и наказывать. Пробраться к остановке Охотской не могут не только пешеходы, но и общественный транспорт. Уж слишком много снега в округе. В итоге люди ловят автобус по пути его следования, где придется. Иначе забежать в этот карман нереально. Утонешь в сугробах, возмущаются сторожилы района. Проблема преследует практически каждую зиму. Люди не раз говорили о необходимости переноса остановки, расчистки обочин или тротуарной части. Потому как сейчас люди вынуждены идти домой прямо по проезжей части. Это единственное место, где снега чуть поменьше. Заезд. Вот нечищенный. Внизу лед, сверху снег. Вот здесь вот есть кармашек. Сколько просим, чтобы 70-й сюда заезжал. Но наши обращения все игнорируются. Рискуют жизнью жители Компанейска, что вблизь сортировки. Дело в том, что дойти до остановочного павильона здесь можно только по проезжей части. Обочина вся в снегу. В итоге пешеходы, чтобы добраться до остановочного павильона, должны овладеть акробатическими трюками. Иначе попасть в павильон смогут не все желающие, чтобы ожидать общественный транспорт. От этого и недовольство. Смерзшийся снег доставляет неудобства пешеходам. Как вот пенсионеру можно залезть через такой бугор на остановке? Да никак. Когда свалится на голову, гадают жители первого дома в микрорайоне «Орбита-1». Дело в том, что там над оживленной пешеходной тропинкой навис кусок жести. Прилетел он с крыши благодаря сильным порывам ветра. Зацепился за ветки деревьев и теперь не дает покоя местным жителям. Люди переживают, что острые углы металлического изделия при падении могут попасть в прохожих. Рядом арка дома и оживленная тропинка во двор. В итоге травмировать этот кусок жести может и человека, и повредить даже припаркованный или проезжающий автомобиль. Если кто-то будет идти, она просто упадет, и от человека может не остаться ничего. Когда подключат освещение, спрашивают жители улицы Чапаева. Дело в том, что здесь установили новые опоры и светильники вдоль дороги. Процесс благоустройства, конечно же, радует местных жителей, потому как по этой улице дети ходят в школу, а взрослые на работу. Только вот новые фонари до сих пор не светят, поэтому всю пользу от их установки местные жители так и не могут оценить. Об этой проблеме мы рассказывали не раз. Только вот ситуация все никак не сдвинется с мертвой точки. Полтора месяца, ну, внимание, что-то ничего не горит. Сейчас будет темнее, сзади он горят уже, а здесь, как всегда, нет. Она вся эта улица до конца, вот и с пятой школы. Соби так же не горят уже с лета. Стоят у нас для красоты. По информации районного Акимата, все запланированные работы по организации освещения на улице Чапаева произведены. Сейчас идет оформление документации, подана заявка на подключение этих линий. Ближе к концу месяца освещение на улице Чапаева будет подключено, заключили чиновники. Источник бесплатного полива нашел житель улицы Грузовой, что на станции Большая Михайловка. Ручеек живительной влаги все никак не пересыхает, а благодаря уклону вода и ледяная корка стремится прямо к дому. От этого, говорят возмущенные, вся прилегающая территория пропитана влагой. Проблема не так заметна благодаря снежному покрову. Весной же масштаб будет впечатляющим. Вода текет уже более двух месяцев, и все мне в огород. В компании Караганды-Су эту проблему решили, хотя сети не состоят на балансе предприятия. Утечка была ликвидирована аварийной бригадой на водопроводной линии диаметром 200 мм между домами по адресу Грузовая 1 и 3. Ручьи живительной влаги текут под снежным покровом на улице Казахстанской. Рядом с 79-м домом проходит ливневка. Туда-то и устремилась вода. Хотя она напитывает почву в округе и стекает по уклону вниз по улице. Местные жители переживают, что весной все размоет и затопит. Хотя уже сейчас чувствуется влага в погребах, говорят люди. Ручеек не перемерзает даже в мороз. Это значит, что источник живительной влаги не иссякает ни на минуту. В компании Караганды-Су нам сообщили, что аварийная бригада несколько раз выезжала на место для проведения ревизии водопровода и запорной арматуры. По адресу Казахстанская, 63, коммунальщики обнаружили частную водопроводную трубу, из которой вода поступала в ливневку. В итоге установили заглушку. За ситуацией будут наблюдать и проведут еще обследование территории для выявления возможных источников поступления воды в ливневку. А теперь расскажу о плановых отключениях электроэнергии. В эту среду, 17 января, для проведения ремонтных работ на сетях, компания Караганды-Жарык обесточит отдельные строения, расположенные на улице Ермекова, Ерубаева, Комиссарова, Можайского, Лозо и Новосортировочная. Между тем, в четверг, 18 января, в районе имени Алихана-Букихана в дневное время окажутся обесточенными некоторые строения, расположенные на улице Победы, Гайдара, Дружбы, Маншук-Маметовой, Мануильского, Махметова, Берлик, Курганская, Лозо, Сортировочная и Новосортировочная. Подробный список адресов, где не будет света, сейчас вы видите на своих экранах. Таковы недовольства, о которых горожане не молчат. На сегодня это все. Очередную порцию коммунальных казусов расскажу ровно через неделю. Видео или фото с комментариями принимаются посредством WhatsApp-сообщений или в Telegram на номер 8700-150-5061. Смотрите книгу «Жалоб» каждый вторник в это же время. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»